Наша ситуация по коронавирусу, которая была спокойной, стабильной, скажем так, всю последнюю неделю, она резко осложнилась за последние два дня, в первую очередь за счет города Якутска. Если совсем недавно по городу Якутску у нас было по 30-35 заболевших в сутки, вчера у нас 47 и сегодня 75 новых случаев коронавирусной инфекции, которые выявлены за последний день, причем это как раз большинство внутрисемейные очаги, распространение от ранее заболевших и есть еще ряд лиц, источник по заражению которым непонятен. Это говорит о том, что после 12 мая и после резкого потепления на прошлой неделе у нас большинство жителей почему-то решило, что режим самоограничения уже для них не писан и вот как подтверждают и наши наблюдения, и как сообщает оперативный штаб города, резко увеличилось количество поездок на общественном транспорте, очень много молодежи на общественных пространствах, по площади побед, например, в частности по вечерам. В результате этого, еще раз говорю, у нас резко выросло количество заболевших по городу Якутску, во-вторых, у нас резко выросло количество заболевших детей, у нас сегодня около 176 детей, заболевших коронавирусной инфекцией, вот это уже почти 16% от общего числа инфицированных за все время, очень большая цифра, поэтому мы провели сегодня совещание республиканского оперативного штаба, я разговаривал также и с главой города, будут усиливаться меры по соблюдению всех тех ограничений, которые были уже приняты ранее, то есть уже по объектам торговли крупным принимается решение, что лица без масок туда допускаться не будут покупатели, на одном торговом предприятии в зале на одного покупателя должно приходиться не менее 4 квадратных метров торговой площади, и остальные должны уже ждать на улице так, если в зале находится достаточно большое количество покупателей. В общественном транспорте без масок проезд запрещен, лица, которые едут в общественном транспорте без масок должны водителями высаживаться, без дополнительных объяснений, потому что они на самом деле нарушают право на безопасность, право на здоровье других пассажиров. Также будут усиливаться меры, контроль за соблюдением мер со стороны органов внутренних дел, в части наложения административных штрафов, в части нарушения масочного режима и нарушения режима самоизоляции теми лицами, которые обязательно должны его соблюдать. Здесь тоже мы фиксируем до 30% нарушения теми лицами, которые должны режим самоизоляции строго соблюдать. Друзья, надо понимать, что, еще раз говорю, несоблюдение вот этих достаточно простых на самом деле мер приводит к тому, что заболеваемость по Якутску идет вверх, соответственно, показатели и по республике идут вверх так, по заболеваемости, по коэффициентам инфицированности. И, соответственно, о снятии мер ограничения мы в ближайшее время, по крайней мере, по городу Якутску говорить вообще не можем, потому что ни одно из тех требований, которое должно быть для соблюдаться для снятия режима карантина, даже первого этапа по городу Якутску, кроме одного, который связан с количеством тестов на 100 тысяч населения, да, никакой другой не соблюдается. Поэтому здесь работу надо будет усиливать, и я очень надеюсь, что все-таки и жители города Якутска проявят благоразумие и проявят ответственность за свое здоровье, здоровье своих родных и близких. Что касается других районов, то в целом ситуация спокойная. Есть у нас карантин по салбанцам, но здесь анализы уже взяты, обработаны. У нас там порядка 40 инфицированных. Все те, кто инфицированы, лица пожилого возраста и лица с хроническими заболеваниями уже эвакуированы или в Намскую районную больницу, или в город Якутск, оставшиеся на месте получают амбулаторное лечение. Там бригада врачей, 6 человек медиков работает. Также работает там на месте для поддержания режима карантина бригада органов внутренних дел. Теперь по паводковой ситуации. Она у нас сегодня стабильная. Паводок находится по Колыме ниже 150 километров от Черского. Все пока идет спокойно. По Среднеколумбску падение уровня воды очень значительное. Сейчас идет как раз восстановление дорог, восстановление уже взлетно-посадочной полосы аэропорта после ледохода. Поэтому ситуация у нас по другим рекам тоже абсолютно спокойная. Мы видим определенные проблемы, но они крайне незначительного характера. И оперативные группы работают в штатном режиме. Спасибо.